добрый день дорогие друзья сегодня давайте поговорим с вами по-другому взглянем на ценности что для вас ценно в этой жизни когда мы задаем этот вопрос вот в быту любому окружающему человек начинает думать что для него ценно здоровье да особенно когда поднимается тост с алкоголем что является ядом да наркотическим что еще ценно деньги ценно семья близкие родные родители для кого-то бизнес для кого-то деньги наверное для кого-то еще что-то вот сейчас что первое пришло в голову самого ходового для кого-то наверно ценен автомобиль дом еще что-то у каждого будет свои ценности но эти ценности обязательно как-то привязаны в сознании к миру материи и очень мало кто задумывается очень мало кто задумывается что же ценно на самом деле в игре под названием жизнь если вы играете в эту игру осознанно то здесь цены две вещи две первая вещь это время время отпущены в данной конкретной инкарнации на эту игру она неумолимо тикает и неважно выполняете вы свои задачи или чужие не успеете в этот отведенный промежуток будете выполнять в другой и как-то время мы меньше всего и ценим мы же можем себе позволить как богатые люди выбрать самые дешевые носочки в магазине потратив три часа на это или еще что-то такое женщина вообще чебучивает иногда у меня волосы да там встает от того чего не чебучивает то же самое мужчины на самом деле только у них спектра действий будет другой семь раз съездить за удочкой для рыбалки или еще что-то такое а время при этом мы не ценим нам цены деньги а время нет а именно оно тикает именно его мы растрачиваем в пустую вторая вещь ценная 1 который вообще не обращается должным образом внимание это внимание само внимание этот механизм который прописан у нас как опция которая позволяет проявлять элементы материи нашей жизни таким образом получается что где нашим не внимание там и материя там проживание момента здесь и сейчас бог он в моменте здесь и сейчас его нет в прошлом его нет в будущем он моменте здесь и сейчас и наша связь с ним обеспечивается через внимание через этот механизм незрение замечу это разные механизмы зрения и внимание самые умные мы религиозные или прорелигиозные направления которые включая есть такие сейчас направление таких тренинговых сект которые предлагают приходите мы вас научим через там йогу там такую-то через еще через что-то вы будете медитировать долго и упорно мы научим вас расконцентрировать ваше внимание мы научим вас рассеивать ваше внимание рассеивать а проявляется мир там где она собирается не рассеивается мы россия мы научим вас концентрировать внимание на внутреннем вашем мире подождите ваш внутренний мир прекрасно на чем на органах которые пойдут под выздоровление, тогда понятно. А если вы просто тупо сидите и блаженствуете в моменте здесь и сейчас, вы своим вниманием проводите какую-то работу, ну хотя бы спасибо своему телу скажите, и то польза будет. Более того, из того, что я в последнее время встречала, такие темы отжигают, просто восхитительные. Например, одна из тем, это когда человека учит работать с его энергетическим тонкими полями, для того, чтобы накачать внутреннюю силу. И все внимание будет сосредоточено на его внутренних энергетических полях. Господа, ваши внутренние энергетические поля, ну никак не материализуются, а механизм внимания при этом будет рассеян. А у вас при этом будет повышенная внушаемость и потребность в тренере бесконечная. Классная штука, вообще сектует, но никто не говорит, об управлении состояниями и о том, что надо осознанно уметь в глубинных, внутренних, измененных состояниях сознания управлять этим механизмом под задачу, держать конкретные образы, держать их длительное время, научиться эти образы собирать в картинке. Более того, если в этих картинках присутствуют персонажи, люди, научиться получать от них обратную информационную связь, теперь посмотрите, сколько точек концентрации внимания, и это все одновременно происходит в вашей голове, когда вы находитесь в медитации. И если ваша медитация такая, занимайтесь ей, господа, она действительно ведет к развитию, к тому, чтобы ваш материальный мир начал меняться под ваши задачи, под ваши запросы. Но если медитация не такая, то грош ей цена. С вами была я, Наталья Зайцева. Продолжение следует...